Кощунство или предательство? Даже к великому празднику отношение может быть неоднозначным. Все больше резонанс в сети вызывает деятельность группы «Антипобеда». Видно, общественные деятели уже высказывают свое возмущение. Некоторые в знак протеста удаляются из социальных сетей. Не остаются в стороне оренбуржцы. Накануне Дня Победы оренбуржская молодежь одной из первых развернула борьбу против группы, члены которой не признают победу русского народа в Великой Отечественной войне и осмеивают ее символику. Они называют Великую Победу великим мифом. Георгиевскую ленточку, позорной меткой или колорадской лентой. А тех, кто празднует 9 мая, последователями сатаны. Они – это участники группы «Антипобеда» в социальной сети ВКонтакте. Их насчитывается более 200 человек. 20-летний оренбуржец Константин, обнаружив эту виртуальную страницу, не смог ее перелеснуть. Я создал обращение к пользователям сети ВКонтакте. И вопрос с просьбой о том, чтобы меня поддержали. Тем самым, обратившись в техподдержку, мы хотели забанить эту группу. С утра буквально сегодня на меня, после заблокирования данной группы, посыпалось огромное количество угроз от его единомышленников, так сказать, а также от членов этой группы. Константин удалился из сети. Сомнительная группа, благодаря ему, пока тоже закрыта. Ее проверяют администраторы. Однако создатели «Антипобеды» продолжают активно распространять свои идеи в интернет-пространстве, создавая другие страницы в социальных сетях, рассказывают оренбуржские интернет-пользователи. Радует то, что реакция российской общественности не заставила себя ждать. На днях буквально читал пост Павла Дурова, создателя ВКонтакте, одного из его соучредителей, о том, что он, в принципе, цитирую, народ радуется. Буквально 67 лет назад Сталин отвоевал право у Гитлера репрессировать народ СССР, что вызвало огромную волну недовольства среди блогеров интернета. Николай Валуев удалил свою страничку ВКонтакте. Сейчас вместе с Константином против «Антипобеды» и тому подобных борется уже более 200 человек. Молодые люди уверены, что информация, распространяемая в виртуальном пространстве, должна регулироваться реальными законами. На днях они отправили в администрацию президента письмо с просьбой разобраться, не экстремистская ли эта деятельность и чего хотят создатели группы. Скорее всего, разрушить как раз все принципы патриотизма, наверное, разобщить общество, чтобы разрушить, наверное, в дальнейшем Россию. Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Прадед Артема Томина, например, был связистом, чуть-чуть не дошел до Берлина. И акции, подобные сжиганию георгиевских ленточек, он воспринял как личное оскорбление. Но победа будет за нами, уверен внук победителя. Обидно, конечно, что многие люди, не многие, но некоторые люди не понимают всей ценности той победы. Конечно, обидно. Но, как бы, я как уже сказал, с этим будем бороться. Екатерина Преснякова, Олег Штылер, Орин ТВ.